«Войны приходящие, а музыка вечно», — говорит маэстро из фильма «В бой идут одни старики». Что бы ни происходило вокруг, людей неизменно влечет к высокому, прекрасному, духовному. Искусство — то, что помогало выжить и не сдаться даже при самых непростых обстоятельствах. В 2020-м новая реальность коснулась всех, сфер человеческой жизнедеятельности и культурная не стала исключением. Вспомним важное. 2020 год ознаменован множеством юбилейных дат 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 125-летие Сергея Есенина, 80-летие Рязанского союза художников. Юбилеи отдельных мастеров, в связи с чем намечалось множество событий и мероприятий, воплотить которые удалось не в том виде, в котором планировалось. В марте, в связи с принятыми в целях нераспространения коронавирусной инфекции, мерами закрыли свои двери для посетителей музея и театры. Но открытие плановых выставок решили не переносить. Открытия, как и экскурсии, происходили в режиме онлайн. Позднее ограничения немного ослабили, и вживую посетители могли познакомиться с керамикой Галины Сметаниной. Особенно символично, что в уходящем году много выставок тех авторов, которые вдохновляются народным, этническим, силой традиций. Зов предков слышен в этих работах. Я понимаю, что все современное искусство, и все искусство вообще мировое, оно выросло из народного, потому что иначе и быть не может, это наши корни. Но, коли мы живем в России, конечно, больше всего меня интересует народное русское искусство. Вот я люблю фольклор, люблю песни народные, искусство народное, поэтому оттуда все корни идут. Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, день рождения Сергея Есенина в этом году отмечали мероприятиями в Константиново. С моноспектаклем «Хулиган. Исповедь» над Огскими просторами выступил Сергей Безруков. Там на семье девушки тоже. У тебя на страшном походе. Уже думают о вам. Шагами ты моя! Шагами! Тягой к природе, к истокам, к гармонии, которую знали и чувствовали наши предки, отличается и атмосфера выставки скульптур Раисы Лысениной. Скульптор, известная далеко за пределами региона, своей персональной выставкой отметила собственный юбилей. Раиса Лысенина – это часть Рязани, это ее душа, потому что действительно в ее работах, в ее творчестве очень ярко присутствует вот это народное начало. Она часть этой земли, часть нашей истории, и ее творчество очень связано именно вот с такими народными корнями, именно рязанскими, потому что очень близко и созвучно в целом рязанскому народному искусству. Признанным, знаменитым, выдающимся называют Виктора Минкина. Его картины висят в Русском музее в Петербурге и в Третьяковке в Москве. Большую персональную выставку художника, пронизанную тишиной и фольклорным умиротворением, смирением, любовью, открыли в выставочном зале на улице Есенина. Самый-самый мой любимый живописец вообще с давних пор. Его какой-то вот индивидуальный отбор, какой он проделывает всегда на природе, с натурой в его произведениях, он уникален не только для рязанских художников, но и для всей России. Минкин узнается на фоне огромных, самых больших всероссийских выставок. Тот же этнический дух и в спектакле «Пеги, пес, бегущий к краю моря», увидеть который можно в кукольном театре. Знаменательное событие театрального мира. Номинация на премию «Золотая маска». Для нас этот спектакль важен, потому что это еще и обращение к замечательной великой литературе Чингизайт Мат. А для меня это важно даже, не знаю, не втройне, а в десятерне, потому что мне посчастливилось, я был знаком с Чингистарой Кулычем, я был у него дома, я в свое время жил в Киргизии, во Фрунзе. И другой его роман «И дульшевика длится день» мой папа, на тот момент режиссер русского драматического театра города Фрунзе, первым вообще поставил на сцене. А вот театр драмы номинирован впервые, и это невероятное событие. Два театра одного города номинированы на главную театральную премию страны. Вот каким должен быть театр, когда ты приходишь в театр не просто повеселиться, отдохнуть, а когда ты уходишь со спектакля с размышлениями, с какой-то новой философией. Это очень важно, на мой взгляд, это очень важно. В этих необычных, непростых обстоятельствах между тем проведены и проведены успешно традиционные театральные фестивали в кукольном, зеркало сцены, в драматическом свидании на театральной. Частично заявленные спектакли показаны онлайн, частично сыграны вживую. Главное, искусство продолжает быть неотъемлемой частью нашей жизни. Все новогодние каникулы, музеи, Рязани открыты для посещения. В театрах, хотя и отменены действия возле елки, играются спектакли. Жизнь продолжается, несмотря на изменившиеся условия.